Вступление в силу нового технического регламента на табачную продукцию совпал с днем отказа от курения. Во всем мире он отмечается 16 ноября. В этот день повсеместно проходят акции, побуждающие курильщиков задуматься о здоровье. Как относится молодежь к табакокурению, проблеме мирового штаба выясняли наши коллеги. Курить, как известно, здоровью вредит. Губительное воздействие никотина на организм ни для кого не секрет. Тем не менее, в мире насчитывается более полутора миллиардов курильщиков. С каждым годом растет количество курящей молодежи. Отказаться от милой сердцу привычки решаются немногие. За каждым человеком он выбирает, что хочет пить, не пить, курить. Я к этому нормально отношусь. Да, это личный выбор каждого человека, кто к этому относится, так и думает. Армией курильщиков придумано немало мифов, которые представляют демоглотство едва ли не полезным. По статистике, число сердечно-сосудистых заболеваний в стране за последние годы выросло в три раза. Увеличивается количество случаев онкологии. Среди лидирующих факторов врачи называют курение. Не меньший урон от сигареты наносится пассивному курильщику. Не люблю курящих, раздражает запах и то, что постоянно курят в общественных местах и так далее. Курят, и запах противный, неприятно рядом с ними стоять. Особенно раздражает, когда беременная девушка стоит и курит. В учебных заведениях ведется комплексная работа по профилактике курения. У многих ребят формируется верное отношение к пагубным пристрастиям. Однако немало остается и тех, кто пугливо озираясь, бежит за угол, чтобы сделать затяжку другую. Мы пытаемся объяснить, во-первых, ребятам через наши мероприятия, что такое аддикция, что такое зависимость. Вот те формы деятельности, которые мы проводим, они говорят о том, что у нас не очень большое количество курящих. По словам преподавателей, отрадно то, что год от года сознательных студентов в техникуме становится больше. Некурящие ребята активно пропагандируют здоровый образ жизни. Курильщик скован узами физической и психологической зависимости. Курить или нет, каждый выбирает сам. Однако стоит помнить о том, что сигарета – убийца не только курильщика, но и палач будущих поколений. Татьяна Роклина, Сергей Шопачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.